Саша, вы когда на базу Динамо приезжаете, чувство ностальгии вам знакомо в этот момент? Ну конечно, все-таки родная база, родные, как говорится, стены, поэтому всегда приятно позвращаться сюда. Сотрудников всех знаете? Ну конечно, всех знаю в лицо, но сейчас многих не знаю, потому что некоторые уже ушли на пенсию, потому что здесь бабульки, дедульки были, которые за нас болели, переживали, делали все возможное, чтобы игроки чувствовали себя комфортно. Саша, вы готовиться к сезону будете здесь, в Новогорске? Ну да, я думаю, что буду в Новогорске тренироваться где-то с 15 августа, а пока чисто индивидуально с Ковальчиком буду готовиться с его тренером. Сегодня планируете поиграть немножко? Ну да, надо чуть-чуть растрасти жиры летние, выйти на поле, сыграть спокойно, тихо-мирно. Чуть-чуть, полчасика. Вы сейчас стали официальным советником президента Динамо. Как вы вообще к этой роли относитесь и что считаете для себя главным в этой работе? Ну это, я считаю, что это положительно для меня, для клуба, потому что в принципе у меня будут брать советы, которые в принципе берутся в НХЛ и там я думаю по игрокам тоже будут вопросы задаваться. Поэтому только за, за это, я думаю. Саша, ну вы вообще легко согласились на это предложение? Ну конечно, от таких предложений отказываться в принципе. Многие болельщики, скажем, по весне очень скептически относились к тем переменам, которые в Динамо произошли. Вы что-то можете им сказать, чтобы их обнадежить? Ну поначалу я тоже сначала был расстроен, потому что клуб объединился с МВД и думал, ну что будет, что будет. Думаю, будет хуже, лучше. Но сейчас, я думаю, что пришли люди, которые хотят сделать клуб, может быть, еще сильнее, чем он был раньше. Поэтому я смотрю с этой точки зрения оптимистически и с хорошим взглядом на эту ситуацию смотрю. Субтитры сделал DimaTorzok Я очень доволен. Мне, конечно, было очень приятно сегодня на одном льду оказаться с одной стороны своим советником, а с другой стороны с легендарным и, наверное, одним из самых лучших игроков на сегодняшний день. Очень приятно смотреть за профессионалами, как они двигаются, как они принимают шайбу, как отдают пас, как они видят площадку. И, как я уже говорил, наверное, вот тот опыт, который имеют эти люди и которые передают его, он может заменить десятки, а может быть, даже сотни тех действий, которые могут предприниматься руководством клуба и другими участниками процесса. Честно скажу, у меня очень много эмоций, потому что, если бы мне кто сказал, может быть, пять лет назад, что я на одной площадке буду стоять с таким великим игроком, наверное, для меня это было бы большой честью. Но это и сегодня для меня большая честь. Вообще, я Александру благодарен, что он принял наше предложение. Он стал нашим советником, то есть стал советником клуба «Динамо». И я уверен, что это решение абсолютно правильное. И он очень нам поможет в создании настоящей команды, в восстановлении тех традиций, что есть, и в обучении нашей молодежи, которая придет на смену нашим великим игрокам. Все те традиции, которые были, мы их обязательно поддержим, мы их восстановим, мы их продолжим. А те ребята, которые представляют клуб «Динамо», представляли, милости просим, приходите. Мы всем найдем работу, всем найдем место на площадке, и они все должны быть с нами.